Всем привет! Это Блог Спорта, день за днём о российском футболе, и я Тимур Валеев. Сегодня мы поговорим о тотальном провале Спартака, который произошёл в Петербурге. И какие выводы из этого нужно сделать? Поехали! Все на месте, спортсмены! Спартак потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России. Поражение 1-7 это настолько тотальнейший провал, что сложно поверить, что Спартак тут же не уволил главного тренера, потому что это нормально, если играют команды, которые реально ощутимы разного уровня. Но Спартак каждый раз пытается показать собой, что он готов бороться за чемпионство вместе с «Зенитом». И вообще, мол, «Зенит» выигрывает у Спартака с минимальным счётом, как правило. И то исключительно, потому что есть якобы админресурс, что якобы что-то ещё благоволит «Зениту». В общем, по чистой случайности «Зенит» выигрывает и остаётся на первом месте. А Спартак на самом-то деле уже давно опередил в своём развитии чемпиона России. Просто никто ещё об этом чего-то не узнал. Но вот уже два года, по сути, конкуренции в так называемой битве двух столиц конкуренции нет. И вот это поражение, оно, мне кажется, венчает всю вот эту последнюю эпоху Фидуна. Потому что в Спартаке нет никакого развития, непонятно, куда команда движется, по какому плану. То появляется Зарема, то появляется Попов, то ещё кто-то, ещё, ещё, ещё куча новых людей постоянно. И совершенно никакого развития. Команда из-за этого очень сильно страдает. И всё это выливается вот в то, что мы с вами увидели на «Гаспармо-арене». Но хотя сейчас многие болельщики на самом деле защищают главного тренера, и мне это искренне непонятно. Но главный их аргумент в том, что, мол, тренеру не подписали того, кого он хотел, и вообще игроков ему в состав не привезли. Но эта ситуация, знаете, мне кажется, для бедных. То есть, можно, конечно, говорить, что вот, мне не привезли, мне там то не дали, условия не создали. И я не могу в таких условиях работать и показывать качественный результат. Но, с другой стороны, ты как бы тренер, и ты должен делать то, что, ну, твоя цель, как бы побеждать. Завоевывать титулы. Тебя для этого пригласили, тем более, в такую команду. Это не какая-то там Том, Химки или что-либо еще, которая, главная цель, в лучшем случае, закрепить в середине таблиц. И от «Спартака», правильно это или нет, всегда требует побед и титулов. Вот для этого и приехал «Виттория». Как бы привезли им игроков или не привезли, это уже другой вопрос. И тренер должен делать все для того, чтобы команда побеждала. У меня нет уверенности в том, что «Руй Витторий» идет как раз таки по такому плану. Потому что болельщики правильно говорят частично, что да, в тренера не привезли игроков. Да, он сейчас строит определенную модель игры, под которую тоже нужно привезти футболистов. И сейчас все болельщики говорят, мол, дайте время португальцу и привезите пару-тройку новичков в зимний трансфер и окно. И он сделает из «Спартака» конфетку. Ну, честно говоря, во-первых, нет уверенности, а во-вторых, это плохой подход для развития. То есть, начнем с того, что это что получается. То есть, все эти полгода до зимы Руй Витторий играет в футбол, который заведомо не даст положительного результата с этим набором игроков. То есть, так, ну, а смысл тогда? Зачем тогда вообще было что-либо строить, начинать прямо сейчас? Зачем было ломать то, что работало? Ну, то есть, хорошо, там, Руй Виттория, может быть, ему нужны свои игроки, которые принесут результат впоследствии когда-нибудь, там, может быть, через несколько лет вообще и не сейчас. Вот, но ты пришел в команду, которая заняла второе место, в которой был определенный, определенный модель игры, и которая давала результат, пусть даже только на уровне чемпионата России, но сейчас-то у Спартака и этого нет. Сейчас Спартака держится на седьмом месте, и если в том, в прошлом сезоне под руководством Доменика Тедеско мы, в принципе, всерьез говорили насчет того, чтобы Спартак вмешался в чемпионскую гонку, а титул не просто бы не ушел в руки Зенита, но в этом сезоне мы и близко ни о чем таком не говорим. Да, там, может быть, в начале где-то ходили разговоры о том, что Спартак, там, пора, там, развитие и все такое, но мне кажется, это вот эти самые болельщики, которых обычно сингтантами называют, вот это, вот эти вот люди всегда считают, что Спартак, ну, в этом году сейчас точно дается чемпионство, а уже в год столетия уж тем более, вот, но это на самом деле очень грустно, что в год столетия Спартак получает 1-7 от Зенита, и вообще такие поражения, они не идут на пользу ни самому чемпионату, ни его имиджу, о котором так пекся Сергей Пряткин, ни самому Зениту на самом деле, и весь уровень чемпионата из-за этого только падает, то есть, ну, мы всегда говорим о том, что Зенит там не может выигрывать, в Европе, потому что во внутреннем первенстве у него совсем другая конкурентная среда, и это, по сути, так оно и есть, это не говорит, конечно, о том, что Зенит не будет ничего выигрывать в Еврокубках, пока Спартак, наконец-то, не восстанет без пепла, но это реально создает сложность, то есть, если бы Зениту хотя бы вот в топ-матчах удавалось играть, как бы, против соперников, которые заставляют действительно играть, бегать, то это одно, вот, а как бы такие матчи, они вообще нету никого на пользу, вот, и самое просто поразительное, что, ну, правда, я уверен, что Руи Витория должен уходить после такого поражения, потому что, ну, у меня после матча был только один вопрос, почему он, как бы, тренер не изменил игру, то есть, точно так же они сыграли с Динамо, точно так же они сыграли с Лестером, и в обоих случаях они огребли по полной, ладно, может быть, с Динамо еще там реализация подвела, но Лестер наклепал, вот, практически, ну, хотя, что я говорю, нет, и Динамо могло забивать больше, и Лестер мог забивать больше, вот, и тренеры всегда это понимают, и я искренне не понимаю, почему Витория никак совершенно не поменял игру, потому что лично для меня уже было очевидно, как Зенит будет играть против Спартака, ну, то есть, передачи за спину проходили настолько легко, вот, в двух матчах до Зенита, что, ну, это надо было ставить, как бы, основным на поток, и за счет этого добиваться результаты, и, в принципе, отчасти и так получилось, ну, плюс, стандарты Зенита помогли, то есть, в принципе, Зенит подготовился шикарно к этой игре, когда как Спартак, ну, совершенно никак, и Руи Витория, я, там, Александр Дорский спрашивал после матча подробно насчет игры, почему так сыграли в обороне, почему так сыграли, какой вообще был план на игру в атаке, в разумительном ответе не последовало, мне просто немножко показалось, что переводчик, он такой немножко не в футболе сейчас у Спартака, кажется, только два матча работы с командой, вот, и, возможно, конечно, с этим еще есть проблема, что футболисты просто не понимают главного тренера, ну, это так, это я уже додумываю, всерьез об этом думать не следует, из того, по крайней мере, что я понял, Руи Витория, в принципе, собирался играть, все по факту, с высокой линии обороны, и, да, там надо было действовать агрессивнее, накрывать соперника, там, в средней зоне или в финальной третьей, но ничего этого и близко не было, к контрпресснику Спартака абсолютно отсутствует, вот, и Знид легко выходил из-под давления, это говорит о том, что команда, то есть Спартак, совершенно не готова, не готова играть по такой модели игры, высокой линии обороны, и агрессивная манера, это явно сейчас не то, что подходит Спартаку, и большие вопросы к главному тренеру, почему тогда Спартак играет в такой манере, ведь, ну, сразу понятно было, что такая игра ни к чему хорошему не приведет, там, ладно, там с Динамо отскочили, вам повезло, хорошо, там с Лестера вроде как там на последних минутах забили еще один гол, 3-4, и вроде как даже могли, могли, ладно, допустим, так с натяжкой зацепиться за очки, хотя объективно все четыре гола Лестер забил в одинаковой манере, и это, ну, это абсолютный тренерский провал, вот, и матч с Зенитом, все правильно, Руи Витория взял вину за поражение на себя, потому что, ну, игроки ни в чем не виноваты, их просто не научили играть, и я как бы не говорю, что игроки плохие, ну, я не знаю, но проблема в том, что игроки не понимают, как нужно, не понимают, как нужно воплощать план тренера на игру на поле, вот, и это большая проблема, в том числе в первую очередь, я считаю, что это проблема тренера, и именно потому, что буквально в прошлом сезоне с тем же подбором игроков у Спартака была вполне себе вразумительная игра, да, там, мы критиковали даже и тогда Спартак, что в позиционном нападении практически ничего не получается, но, как бы, получалось хотя бы в какой-то фазе игры. И сейчас у Спартака просто выжженное поле, и мне, честно говоря, страшно предположить, что будет, когда придет новый тренер, а он точно придет, потому что по информации спорта день за днем Руи Витория покинет Спартак после поражения от Зенита, может быть, конечно, это произойдет не прямо на этой неделе, потому что, ну, сами понимаете, нужно найти замену и так далее, но дни Руи Витории в Спартаке уже сочтены и ничего этого не исправят. Ну, просто сам факт, меня больше смущает то, что болельщик Спартака всерьез защищает главного тренера, да, наверное, они в большинстве своем у них гнев сейчас направлен на владельца, который вообще, мне кажется, самоустранился от принятия каких-либо решений, вот, и я не знаю, наверное, что-то даже щелкнуть в голове или еще где-то, чтобы Финдон вернулся к управлению командой, но пока что не видно, чтобы Спартаком кто-то управлял, он просто катится куда-то по наклонной, вот, и на самом деле Руи Витория должен уходить вместе со всеми, вот, там, уже все сказали после матча, что менеджмент Спартака весь на выход должен идти, ну, и Руи Витория вместе с ними, потому что тренер, который не делает ничего, чтобы его команда приближалась к победе, это, я не хочу сказать, что это не тренер, но, по крайней мере, это не тот тренер, который приведет по итогу команду к чему-то хорошему, вот, всем спасибо, это был Спортить за днем, Тимур Валеев, подписывайтесь, комментируйте, пишите, кто, на ваш взгляд, должен покинуть Спартак, потому что мнения разные, все мы можем быть правы, вот, но думаю, что объективно сейчас можно понять, что с ней находится на колоссально другом уровне, и хотелось бы, чтобы было по-другому. Всем спасибо, любите футбол, это был Тимур Валеев, пока.